Если ошибаетесь, ничего страшного, раскаивайтесь, идите дальше вперед. Так человек должен жить. Мы будем ошибаться обязательно. Если вы боитесь ошибаться, жить невозможно с такой мыслью. Мы обязательно будем делать глупости в жизни. Надо внимательно следить, чтобы их не делать. Надо всеми силами стараться их не делать. Допустим, я врач и лечу людей. Я лечу людей уже 20 лет. И так как я популярный человек, многие люди по крупицам собирают все мои ошибки в медицине и публикуют их в интернет большим списком. Ну какой там большой список? Не такой уж большой. Я почитал, думал, господи, это совсем немного. Столько уже работаю. Думал, больше будет жалоб. И это не значит, что я должен бросить лечение. Человек обязательно будет ошибаться. Каждый человек, выполняя свой долг, совершает ошибки. Но нужно идти смело вперед, не надо бояться. Если ты боишься ошибок, то ты не сможешь быть развитым человеком. Это невозможно. Спасибо большое. Надо просто стараться делать лучше. Но когда человек старается делать лучше, он все равно будет ошибаться. И ничего страшного, в этом нет греха вообще никакого. Если бы вы умышленно сделали что-то плохо, был бы грех. Но если вы просто не знаете, как правильно, пытаетесь сделать как надо, иногда у вас несовершенно получается. В этом нет ничего страшного. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Запомните, в этом заключает смысл жизни человека. Жизнь – это не теория. В жизни должно быть то, что понято с трудом. Люди часто очень тоскуют из-за того, что они поняли с трудом. А это как раз и есть смысл жизни. Не надо из-за этого тосковать. Если вы что-то поняли с трудом, значит, это и есть то, ради чего мы живем. Видите, как бы и только промахом был рад, и как бы и жил нелепо наугад, шел нелепо наугад, и женщины любил не ту, и видел в жизни пустоту там и так далее. И все же я не жалею ни о чем, потому что что-то было понято с трудом от этого, понимаете? В целом есть два подхода к жизни, оба правильные. Один подход – это искренне жить. Искренне означает активно, не сидеть, мечтая. Я вам сейчас скажу точно, что не надо делать в жизни. Вот это главное. Если человек искренне куда-то идет, он ошибается. Это один вариант жизни. Второй вариант жизни очень редок в этом мире. Очень редок. Это называется жизнь в звуке. Некоторые говорят, хочу милости, хочу чудо, хочу удачи. Запомните эти три вещи – милость, чудо и удача. Все приходят в жизнь человека через звук. И этот звук должен восприниматься с огромной верой. Когда человек что-то слушает с огромной верой, и в сердце его отзывается чистота и радость, это значит, что он будет избегать в своей жизни колоссальных страданий и трудностей. Понимаете, это тоже жизнь, вот это тоже жизнь, но это другая совсем жизнь. Это жизнь, в которой человек побеждает свою судьбу совсем по-другому. Не с помощью идти нелепо наугад и только промахом быть рад. Человек побеждает свою жизнь с помощью жизни других людей. Понимаете, в этом мире самое ценное является опыт жизни. Часто люди читают лекции какие-то, смотришь на него, он читает лекцию, а сам не понимает, что говорит. Это все просто пустое времяпровождение для всех. Жизнь означает, что кто-то четко, точно понимает, о чем он говорит, потому что он это прожил. И если человек с верой слушает такого человека, который искренне хочет помочь своим чувствам, своим знаниям, то этот опыт жизни переходит через звук другому человеку. Это удивительно, но в этом мире это есть. Человек не обязательно должен сам ошибаться. Но, тем не менее, надо знать, что если даже человек получил через звук знания, чуть-чуть ошибиться все равно надо, чтобы это здание вспыхнуло у него в сердце, и чтобы он его начал применять. Без ошибки вряд ли человек сможет глубоко применять что-то. Поэтому вы не печальтесь. Женщина сейчас сидит, печалится. Вам не надо печалиться. Я не жалею ни о чем. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Не надо жалеть. Вы не можете все понять легко в этом жизни. Невозможно. С трудом что-то должно быть понято обязательно. И жизнь человека, она бесконечно глубока. Мы даже себе представить не можем, насколько она глубока. Часто люди думают, что вот то, что происходит здесь, сейчас, в моей жизни, работа, дом, это есть жизнь. Это не жизнь, это сохранение жизни или забота о своей жизни. Большинство людей заботятся о своей жизни на все 100% жизни. И при этом вообще не живут. Потому что жизнь человека и забота о жизни – это разные вещи. Что такое забота о жизни? Это работа, отношения в семье, воспитание детей, строить дом, защищать родину. Это забота о жизни. Она нужна. Жизнь человека протекает в сердце. Что такое жизнь? Простить – это жизнь. Принять – это жизнь. Быть верным – это жизнь. Понять – это жизнь. Терпеть – это жизнь. Некоторые говорят, я всю жизнь тебя терплю, у меня никакой жизни нет. У тебя есть жизнь. Вопрос, для чего ты это делаешь? Если ты просто так терпишь, для того, чтобы мужу понравиться, то это не жизнь. Если ты для Бога терпишь, тогда это настоящая жизнь. Человек должен терпеть, потому что это его долг – жить с мужем. Долг женщины – жить с мужем. Это ее долг перед Богом. Потому что Бог соединил людей. Я часто на лекции спрашиваю, кто из вас нашел себе близкого человека сам? Несколько человек поднимают руки. Я говорю, вы найдите несколько рублей на улице, пойдите. Найдете? Нет. Как же вы человека нашли? Человек же дороже. Дороже, чем любые деньги. Бог соединяет людей. Некоторые люди пытаются уйти от близкого человека, не могут. Почему? Потому что держит сила какая-то. И они говорят, что ты меня держишь? Говорят, да не держу я тебя, иди. Он говорит искренне. А женщина уходит и не может уйти. Думают, нет, он держит. Человек не может никого удержать. Между сердцами, связь между двумя сердцами создает Бог. И он же находит человека. Некоторые думают, что я себе такого этого человека нашла? Зачем он мне нужен такой? Одни страдания. Ну вот, Бог тебе нашел того, кого положено. С ним сейчас страдания, а потом будет много счастья, если ты сдашь свой экзамен. Этот человек для всего тебе положен, и для счастья, и для страданий. Просто у некоторых, у большинства людей сначала страдания. А кто еще может нас учить? Если мне, допустим, кто-то скажет что-то про меня в автобусе, ну что, я буду на него реагировать? А если мне близкий человек скажет, конечно, я среагирую. Больше некому нас учить, кроме близких. Таким образом, жизнь протекает в сердце человека. Маленький ребенок, когда он рождается, через него не действует еще энергия судьбы так сильно. Поэтому он чист. Мама смотрит на него, на ребенка, и видит в нем чистоту. И поэтому она его любит всю жизнь. Она всю жизнь видит в нем то же самое, что видела с детства. Всю жизнь. Она видит в нем только чистоту в своем ребенке. И это значит, что она видит в нем душу. Неосознанно. Она не знает, что это душа, но видит в нем душу. Когда люди влюбляются друг в друга. Первая любовь моя земная, утро мои глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Это тоже душа. То есть Бог показывает душу. Когда человек любит, он душу видит другого человека. Но это Бог показывает просто. Понимаете, не то, что мы сами можем увидеть. Сами видят душу только святые люди. Они во всех видят то же самое, что мать в своем ребенке. Поэтому они любят всех, как детей малых. Святые люди любят каждого человека. Одинаковой любовью, чистой и светлой. Но мы не можем, потому что через близких людей начинает действовать судьба. Делает мне больно. Боль приносит. И в результате мое видение чистое человека этой болью оскверняется. Я уже на него с болью смотрю, а не вижу его чистоту. Это нужно тоже для того, чтобы мы научились служать человеку, его жизни. Перемалывать свою судьбу, собственно, потому что он тебе плохо делает по твоей же судьбе. Если бы мы это знали, разве мы тогда бы страдали в этом мире? Человек, который знает, что ему положено вот это никогда, от этого не будет страдать. Он успокаивается сразу. Вот ему, допустим, он понимает, что вот это самое лучшее для него в жизни. Он сразу раз его расслабил. Успокаивается. Знание, незнание о том, что это мне положено, напрягает. Вот смотрите, сколько я вам трудных вещей сказал. Вам спокойнее сейчас стало? Да. Нет? А как? Сложно. Вскрылась просто судьба, да? Она перед вашими глазами встала. Вы ее как бы цветами дали. Нет, мне положено лучшее, красивое. Хороший человек нужен. Сейчас вы увидели судьбу свою. Она тяжелая, на первый взгляд. Потом счастье, мудрость, когда мудрость приходит в сердце, счастье наступает. В прошлой жизни очень жесткий стиль вы бы выбрали в отношениях с близкими людьми. Сейчас за это отвечаете. И куда же эта чистая душа идет? Она идет в чистоту. Она идет в чистоту не в комфортную жизнь, не в хорошую работу, в зарплату. Это все временно очень. Все временно. Несколько десятков лет, и это все заканчивается. Если бы вы видели психику тех, кто уходит из жизни. Я чувствую тонкое тело, я наблюдаю за теми, кто уходит из жизни. Многие из них вообще не поняли, в чем дело. Вроде бы я и не живой, и не мертвый. Потому что в этом теле мы всю жизнь не проживем. Мы здесь создаем какую-то судьбу, а потом дальше получаем по этой судьбе. Дальше следующую жизнь. Дальше жизнь идет. Но если человек прожил правильно жизнь, он ликует, когда он уходит из жизни. Ликует. Радуется сердцем. Частлив. Я видел это в своей жизни. Мне Бог показывал. Одна женщина провожала своего мужа. Другой мир. Он всю жизнь в молитве жил. Возвышенная душа. И когда уже совсем у него болезнь полностью сковала, он лежал. И создался для него звонок по телефону. Он говорит, дай мне мобильник, мне кто-то звонит. Она говорит, так никто не звонит. Мобильник не звенит. Он говорит, да, я знаю, мне звонят. Она ему дала, он берет, алло, и ему звонит духовный учитель. И он говорит, завтра готовься. Завтра ты уйдешь ко мне. Вот в это время готовься. Ни тебе не надо ни спать, ни есть, ни пить, ничего. Просто молись все время. Вот сутки молись только и все. Тебе больше ничего не надо делать в этой жизни. Ну, он послушал, говорит, хорошо, учитель, я понял, спасибо. Все, положил трубки. Жене доложил, говорит, завтра все. Она думает, может, у него это какие-то галлюцинации там, или что у него там происходит, непонятно. Люди всегда не верят в эти вещи такие сокровенные. В это время, на следующий день, он жене говорит, посмотри, какая красота вдруг появилась вокруг. Она говорит, да никакой красоты. Он говорит, посмотри в окно, какая красота. Она посмотрела в окно, и когда назад повернулась, она увидела лицо, в котором застыл восторг, счастье, радость навечно. Ни страх, ни счастье, отчаяние и страдания, восторг, счастье, радость и победа застыла на этом лице. Я несколько раз в жизни видел такие лица. И когда я их увидел, я понял, для чего человек должен жить. На этом лице было запечатлено цель человеческой жизни. От чистоты в детстве в чистоту человек должен уйти. Не в богатство, успех, славу, величие, в чистоту. Субтитры создавал DimaTorzok